Так, все, пошла трансляция в Фейсбуке и в Телеграме. Все, в Ютубе пока нет трансляции, потому что я не нахожусь сейчас в Израиле. У меня нет третьего прибора для трансляции. Хорошо, дорогие друзья, значит, в 22 главе царь Соломон нам говорит следующую вещь. 22 глава, 10 отрывок. Значит, прогони насмешника, говорит нам царь Соломон. И вы, и уйдет, вместе с ним уйдет Мадон. Раздор. Мадон это как деним суды. Все с ней эти люди, которые называются насмешники. Сейчас мы разберемся, кто такой насмешник. Есть люди, которые устраивают суды, между собой судятся. Бывает, что люди судятся по разным вопросам. То есть мы видим, что начиная с первых людей, первые люди, Каин и Эмель, они друг с другом уже судились. Да, это дети Адам Лишона. И даже первый человек, если глубже еще копнуть, интересно, что первый человек, Адам, когда Бог ему сказал, установил правило, не есть это дерево опознания добра и зла. И он от него покушал. Когда Бог спросил, ну что, как же ты, как же ты мог нарушить вообще мой приказ? А он что сказал? Он говорит, это не я, это женщина, это женщина. Женщина говорит, я вообще нет, это змей. То есть мы видим, что вообще суть человека, суть человека, это вот эти вот суды, да, можно назвать так, суды. Теперь, значит, как было дело дальше? Прогони насмешника, говорит царь Салмон, и уйдет, вместе с насмешником уйдет суд. Сейчас мы узнаем, почему. Вэйшбот, Динвэ, колонн. И остановится суд. Тяжба, да, остановится. И колонн пострабления, позор. Колонн это позор. Вот интересно мне в телеграме, как-то он крутится, непонятно, микрофончик. Слышно или не слышно, что это телеграмм? А, нет соединения. Почему это телеграмм, я так думаю, он не очень хорошо работает. Так, попробуем сейчас перезагрузить телеграмм. Сейчас, секундочку. Не работает телеграмм, вот обидно. Так, соединение. Может быть сейчас соединится, секундочку. Так, ну давай телеграмм, соберись. Соберись, телеграмм, давай. Ладно, сейчас мы выключим телеграмм. И попробуем. Попробуем мы телеграмм перезагрузить. Сейчас, может быть, он подключится. Сейчас. Вот, пока на фейсбуке я не... Просто давайте, может быть, на фейсбуке у кого-то есть вопросы. Напишите пока какие-то вопросы в комментариях. Так, фейсбук работает хорошо. Слава богу. И, значит, можно пока на фейсбуке написать какой-то вопрос, комментарии. Ну, может быть, и в телеграмме сейчас пойдет речь. Надеюсь. Так, соединение. Нет, телеграмм не соединяет. Да, что же это за телеграмм такой? Нехорошая. Нехорошая такая история. Значит, сейчас те, кто из телеграмма... Из телеграмма, значит, кто знающие люди, знают, где у нас находится фейсбук, переходят в фейсбук. Я перезагружаю сейчас компьютер. Может быть, сейчас нам повезет. И при перезагрузке... При перезагрузке у нас... Все-таки... При перезагрузке у нас сейчас телеграмм включится. Фейсбук работает, да, отлично. Ну, вот сейчас я компьютер перезагружаю. И, возможно, у нас сейчас и телеграмм появится. Вот. Значит, ну пока давайте этот отрывок пока разберем. Да, в фейсбуке, чтобы не терять время. Значит, говорит он так. Значит, Горешлетс, прогони насмешника, В.Е.Ц Мадонн. И уйдет... Мадонн это Дин, это суд. Ну, как бы конфликт такой, да. Значит, и В.Е.Ж.Б.О.Т. Дин В.Е.К.Л.О.Н. И остановится суд, остановится суд и позор. Значит, как происходит? Вот есть люди по-разному смотрят на мир. И есть люди, которые, в принципе, они стараются быть позитивными. И они смотрят на мир весело. Что значит смотреть на мир весело? Смотреть на мир весело, это значит... Это значит замечать в нем какие-то несоответствия и им радоваться. Вот это то, как смотрят люди, которые веселые. Теперь, ну есть люди-насмешники. В чем разница между веселым человеком и насмешником? Значит, насмешник, он объектом своих насмешек он выбирает других людей. То есть он начинает над ними насмехаться, искать у них какие-то недостатки. И вот этот насмешник, он как бы берет себе такое направление мышления, такое уничижительно-насмешническое. Да, такое? И что получается? Что получается? Получается, что... Давайте я поищу другое место. Я поищу сейчас другое место, потому что, может быть, сейчас, секундочку, найду сейчас место, где будет интернет получше. Найду место, где будет интернет получше. И все-таки телеграмм заработает. Или это сбой какой-то телеграммы. Я слышал, что есть сбои в телеграмме в последнее время. И, возможно, это сбой в телеграмме. Как вы думаете? Никто не слышал. Ну, в общем, смотрите. Телеграммы нет. Будем по старинке в фейсбуке, как мы раньше в фейсбуке проводили. Нет в телеграмме соединения. Не знаю, как это сделать. Значит, насмешник, он... Насмехаясь над людьми, может зацепить их за какую-то точку, которая у человека болезненная. И начинается конфликт. Начинается конфликт. И переходит конфликт в суд. А суд переходит куда? В посрамление. Потому что в суде люди начинают друг друга очень сильно каким-то образом принижать, оскорблять. Ну, они же в роде становятся. Поэтому это удивительно, когда люди, например, жили там какое-то время вместе, детей воспитывали. Наверное, в телеграмме какой-то сбой точно. Не знаю, почему, но идет сбой какой-то. В общем, получается так, что нам царь Соломон сообщает. Сообщает нам, что если мы видим уже вот эти вот звоночки, да, звоночки на смешничество, то уже эти звоночки свидетельствуют, что близко здесь какая-то ссора. А если есть какая-то ссора, то будет какой-то позор конкретный. Поэтому нужно и у себя, и у других очень внимательно отслеживать вот эти вот моменты на смешничество. И написано, что прогони на смешника. Прогнать можно не всегда. Можно там и себя прогнать, постараться. Прогнать другого на смешника достаточно сложно. Вот. Поэтому просто это такое предупреждение. Вот можно для себя написать. Звоночек, да. То есть есть на смешничество. Дальше будет суд. И потом пострадание. Дальше царь Соломон говорит в 24-м отрывке 22-й главы. Он говорит так. Аль титра эт баль аф. Не говорит, не приближайся, не дружи с людьми, которые проявляют гнев открыто. Баль аф, это если эти люди, которые кричат, орут. Ну вот они гневливые такие люди. Царь Соломон нам говорит, не общайся, не приближайся с гневливыми людьми. Вэт иш хэмот лотаво. И не общайся с человеком, который раздражительный и вспыльчивый. Опять же, это не прямое такое повеление. Это предупреждение. Предупреждение, как работает мир. Это такая психология Торы. Что мир именно так работает, что человек гневливый или вспыльчивый. Я знаю множество историй, когда гнев и вспыльчивость, они приводили к убийству потом. То есть люди, которые, которые гневливые, вспыльчивые и так далее, они потом вдруг в какой-то момент и превращались в убийц. Поэтому царь Соломон говорит, не общайся с такими людьми. Ты никогда не знаешь, чем закончится вот эта вот вся история. И почему? Он дальше объясняет это в 25-м отрывке. ПЕН-ТЕЛАВ АРХОТАВ Чтоб ты не научился его путям ВЕЛАКАХТА МОКЕШЛИ НАВШЕХА И чтоб ты не взял МОКЕШЛИ НАВШЕХА Чтоб ты не взял... Чтоб не было это ловушкой для тебя. Чтоб не было это ловушкой для тебя. Как мы знаем, что как человек смотрит в воду, видит свое отражение в зеркале, так сердце другого отражает, то есть мы друг другу передаем какие-то эмоции, эмоциональные волны, энергетические волны. Получается, что если человек, с которым вы общаетесь, он гневливый, то это передается как искра, как пожар такой идет. И, ну, а в гневе вы знаете, что тот, кто написано гневается, он как и дал поклонник. То есть человек в момент гнева, если говорить про психологию, у него отключается вообще рациональная часть его мозга, его поведение, его как бы, ну, все его поведение, взгляд на мир, мысли, слова, они полностью не соответствуют реальности, а соответствуют его гневу, которые он хочет выразить. И, значит, получается, что если кто-то рядом гневается, то этот гнев может перейти на вас, не дай бог. И, значит, что? И все, и все пошло, пошло-поехало. Гори сарай, гори хата. Знаете, была такая поговорка в Украине. Гори сарай, гори хата. Все, значит, я думаю, что многие видели вот эти вот гневливые, к сожалению, события. Хорошо. И 29-й отрывок 22-й главы. Это мой любимый вообще в Мишле отрывок. Один из любимых, да? Тут есть множество отрывков, которые прям очень, очень они хорошие. Но вот этот 29-й я очень часто повторяю. Значит, звучит он так. Хазита Иш Маир Бамлахто. Видел ты человека быстрого в своей работе? Лифней Млахим и Тецеф, Бали Тецеф, Лифней Хашухим. Хашухи. Значит, видел ты человека быстрого в его работе? Млаха это какая-то осознанная такая работа, да? Вот мне сейчас идти проводить тренинг, да? Два дня. Уже два дня я проводил. Сейчас еще два дня тренинг проводить, потом еще два дня. Всего шесть дней подряд обучать людей. Вот приезжают люди там со всего мира, и мне, значит, нужно их обучать. Это Млаха, это искусство. То есть, это очень тяжело создать такую программу, чтобы люди получили за два дня пользу, научились чему-то и так далее. Теперь говорит Сарь Салмоном так, что если ты видел человека быстрого в своей работе, Лифней Млахим и Тецеф, будет он перед царями стоять, Баль и Тецеф Лифней Хашухим, и не будет он стоять перед темными людьми. Вот это вот непонятная вещь, да, то есть, если человек мастер высокого уровня, то почему он будет стоять перед царями и не будет стоять перед темными людьми? Ну, первое, давайте разберемся, кто такой мастер. Мастер Тора нам говорит такую интересную вещь, что три вещи, три вещи требуют постоянного, ежедневного усиления. Какие-то три вещи. первая вещь – это Тора. То есть, человек, который учил Тору, он был самый, самый вообще, был Элизар Бенарах, да, что Робан Йоханат Бензакай говорил, что он был как колодец, который не теряет ни капли, но потом он ушел в место, в котором не было Торы, поселился в месте, в котором было удобно жить, значит, удобно жить, но не было там вообще Торы, и он забыл все, что знал, представляете? То есть, получается, получается удивительно, уникальная такая вещь, что Тора, она требует от нас ежедневного, ежедневного включения, повторения, потому что, неважно, это как чистота, если человек когда-то был чистый, и он любил чистоту, и он даже сегодня любит чистоту, если он не моется каждый день, то он не будет чистым. То же самое Тора, Тора требует ежедневного усиления, и надо учить Тору, как мы учим каждый день, и чем больше, тем лучше, то есть, нет здесь границы, есть люди, которые полностью живут в Торе, то есть, их жизнь, это полностью изучение Торы, ведь, что такое жизнь вообще, да, человек обычный, он включается в какие-то, в какие-то схемы, он, значит, думает, так, я сейчас пойду учиться, закончу институт, потом пойду работать, буду зарабатывать, потом куплю квартиру, потом то, и он выстраивает себе какую-то, это называется, в Торе, авиамина, то есть, можно сказать так, да, то есть, предположения, другими словами, вот он выстраивает себе, человек в жизни, предположения, я буду жить так, я буду жить так, потом я женюсь потом это это все его план потом начинается жизнь и человек жизни попадает каждый день в крест крест как поступить или выбор такой сделать или выбор такой сделать или или так думать или по-другому думать с тем общаться с тем не общаться то есть каждый день у нас заново такой квест как прожить день и в итоге человек концу дня приходит с какими-то баллами или он доволен днем он говорит круто у меня был день вообще классный или он недоволен днем причем и в первом и во втором случае результат напрямую от него не зависит то есть он делает действия но в его же кресте участвуют другие люди и очень часто что он делает идеальные правильные действия и в середине врывается какой-то значит лет и значит насмешник не насмешник какой-то неадекват и рушит ему все его планы в середине дня в середине жизни бывает бывает получается такая интересная вещь что жизнь человека проходит как вот этот квест есть его предположение его действия и результат который дает бог а что получается человек который живет в торе человек который живет в торе он живет в принципе в таком же квесте только все намного более предсказуемо. Почему? Сказал Раби, звали его не помню, как его звали, в Пертеоот. Он сказал так, что Амикабелелав Оль Тора, тот, кто принимает на себя Ерму Торы, с того снимают заботу о пропитании и бремя властей. Значит, человек идет утром на шахарит, на утреннюю молитву, помолился. Потом он садится и начинает погружаться в Талмуд, в квесты мудрецов Талмуда. Они говорят, а вот если так, а если так, а если так, а если то. И у него жизнь дико интересная. Потом он женится, все он действует по Торе, это тот же самый квест. Но только единственное, что он внешне находится в реальности, в реальности, в такой, в материальном нашем мире. А по факту он находится не в материальном мире, он находится в мире Торы. И в мире Торы ему все как ман в пустыне, приходит с неба. Все удивляются, ну почему религиозные не служат в армии, которые ортодоксы в Израиле? Но они в армии, они в другой армии. Они сидят за ладенью, учат Тору. И написано, что тот, кто принимает на себя Ерму Торы, с того нельзя быть сразу в двух армиях. Правильно? Все, снимается. Рами Нихуня Бен Акана, да, Дмитро, спасибо большое. Бен Акана его звали, да, если так в армии нали. Теперь смотрите, вот человек, три вещи требуют постоянного усиления. Вот давайте на этом сейчас мы закончим. Тора, нужно ежедневно в ней усиливаться и все больше и больше заходить в духовную реальность. Вторая вещь, это что? Молитва. Значит, молитва, это «Твой разговор с Богом». С Богом разговаривает каждый человек. Мне очень нравится такая метафора, сравнение или просто мудрость, что в падающем самолете атеистов нет. И в кресле у зубного люди вспоминают о Боге. И когда они в какой-то сложной ситуации, не дай Бог, кто-то заболевает, то сразу как тревога, так до Бога. Значит, человек о Боге вспоминает и молится в тяжелые моменты. Но нам говорит Тора, послушай, молитва, как и Тора, требует усиления каждый день. То есть нужно каждый день молиться. Есть очень классная практика разговаривать с Богом, когда ты разговариваешь со Всевышним на природе своими словами, как с Отцом, как с Творцом, как с Богом. То есть ты ему рассказываешь о своих делах. Есть практика благодарности, когда ты благодаришь Всевышнего не только 100 формальных благословений, которые произносят религиозные верующие евреи, благословляя за каждую... Только с утра ты просыпаешься, у тебя с утра где-то 20 благословений, одевают... Ну, за все ты благодаришь. В течение дня, за каждую еду, до еды, после еды и так далее. Но есть практика благодарности больше этого. Когда ты, например, смотришь вокруг и думаешь, слава Богу, что я могу видеть. Нет такого благословения. То есть мы после туалета говорим благословения, что дела его чудесные, как ты меня мудро сотворил, когда человек выходит из туалета. Но в течение дня можно еще 100 раз поблагодарить Всевышнего за глаза, потому что это не очевидная вещь, что глаза хорошо видят. Есть очень много людей, которые, не дай Бог, слепнут или рождаются такими, или там, ну, есть множество людей, которые не видят. Вот. Поэтому молитва требует ежедневного усиления. И не только в моменты... Мне кажется, так как я верю, что мир очень уравновешенный и синхронный, мне кажется, что, например, человек должен выдавать в день какое-то количество духовной энергии. и если он ее не выдает, как бы в духовный мир, то к нему приходит неприятность. И он молится там час от всего сердца, и он со всей силы молится, плачет, все, у него, оп, пошла, пошла духовная энергия. Но если бы он каждый день по 100 раз благодарил, то ему не надо было бы слать неприятность, чтобы восполнить его духовный вот этот вот выхлоп энергии, да? Поэтому лучше усиливаться в молитве каждый день и идти к Всевышнему через ворота благодарности, а не через ворота страдания и слез. Потому что ворота благодарности, они... Знаете, есть такая метафора у Рава Шаламаруш, у него есть книга, называется «Сад благодарности». И он говорит такая вещь, что когда человек просит молиться у Всевышнего, просит «дай мне что-то», то эти ворота молитвы, они все время заняты. Все у Бога просят «дай мне, дай мне, дай мне». То есть человек постоянно «дай мне». Теперь, но на каждое «дай мне» есть проверка. Какая проверка? Та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. И сразу человека проверяют, а ты-то сам даешь другим людям, когда они тебя просят. Значит, если ты даешь, значит, «дай мне» твое очень-очень честно и хорошо слышится. А если ты не даешь никому ничего или все время ты не додаешь, да, то та мера, которая человек меряет, меряет ему с неба. Но говорит Рав Шалом Аруш следующую вещь. Он говорит, интересно, что есть еще одни ворота ко Всевышнему, называются «ворота благодарности». Если в воротах просьба, там прям молитвы, столпотворения, просто канал перегружен, да, как сейчас телеграмм, нет соединения, бывает, да, перегружены, сбой, то, что, то ворота благодарности, они пустые, то есть через них всегда можно зайти ко Всевышнему. Благодаришь, все, очень мало людей благодарят Всевышнего, потому что, если все хорошо, типа, ну, спасибо, я сам, а если что-то плохо, дай мне, дай мне, дай мне. Такая интересная метафора у него. Поэтому, молиться лучше идти через благодарность. Теперь, значит, и третья вещь, которая требует постоянного, ежедневного усиления, говорит Талмуд в этом же месте, значит, три вещи требуют ежедневного усиления. Тора, молитва и млаха, и работа. И вот как раз, поэтому я об этом вспомнил, что здесь написано Хазита Ишмаир Бамлахто, увидел ты человека быстрого в своей работе. Значит, что значит он быстрый? Он каждый день добавляет мастерства, учится, тренируется, то есть он в своем мастерстве, он становится прям, ну, вообще, перфект, да, вообще, самый-самый, такой, ну, лучший мастер. Лифней Млахим и Тьяцем, он будет стоять перед царями, и не будет стоять перед людьми Хашухим, почему не будет стоять перед ними, потому что они не будут понимать работу. Все-таки, каждый уровень человека, он, уровень, имеется в виду финансовый, какой-то уровень, еще какой-то, он соответствует своему типу потребления. и работа, например, там, люди, которые в искусстве понимают, да, смотрят на черный квадрат и думают, вау, Малевич вообще, красавчик, глубоко, глубоко он, вот прямо в черном квадрате, прям глубоко он в него, прямо вложился, да, они видят в него какие-то там глубокие вещи. Теперь посмотрит человек простой на черный этот квадрат, да, и скажет, ну, что, это любой может нарисовать черный квадрат, то есть это вообще, значит, не искусств, а искусствовед, он в этом черном квадрате книгу может написать, наверное, про черный квадрат. Мне кажется, что здесь есть вот этот смысл, что уровень восприятия у царей и у простых людей, он разный, и тут нужно четко знать, сейчас я перехожу на язык бизнеса, четко знать свою целевую аудиторию, то есть нужно знать свою целевую аудиторию, и аудитория людей, хашухим темных отличается от аудитории царей. Все, в общем, хорошо мы сегодня получились, вот эти вот, все эти телеграммы, я надеюсь, заработают, в телеграмме, в канале ВАИКРА есть, есть все эти отрывки, которые мы сегодня изучили, можете их еще раз прочитать, поделиться, написать свои какие-то выводы, Тора, над ней надо работать, над ней нужно работать, чтобы Тора стала частью внутреннего мира. Все, всем удачи, успехов, и до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok